Кама в буквальном смысле дала жизнь нашему городу была главной транспортной артерией. На перекрестке Камы и Гашихи был основан родоначальник города, Ниди-Плавильный завод, а Камская набережная стала центром речных перевозок. Здесь начали строить речные лабазы и конторы. Движение по Каме было очень оживленное. Сверху в Камы города Усоль и Соликамск приходили баржи с солью. По Чусовой шли железные караваны. По Сылве, которая впадает в Чусовой из Кунгурского уезда, шли баржи с хлебом с серном. Здесь на берегу Камы в городке Ягашиха, очень удобном для перевалки грузов и отдыха экипажей речных судов, формировался, выражаясь современным языком, крупный транспортно-логистический центр. Мы видим контору, бывшую контору братьев Каменских, известные пароходчики. Это то, что сохранилось с прошлого времени. Мы видим вот это двухэтажное здание, которое производит впечатление вполне современного. В действительности ему более двухсот лет. Построенное в начале девятнадцатого века здание вмещало многочисленные склады для грузов, привезенных по реке в Пермь. Чтобы убедиться в том, что здание действительно старинное, используем наглядный тест. Измеряем ширину его стен. 84 сантиметра у двери и 34 за ней. 86 плюс 34 – это уже метр двадцать. И плюс ширина вот этого профиля. То есть ориентировочно метр двадцать пять, ширина, толщина стены. Согласитесь, что в наше время так просто не строят. И неудивительно, что рядом с набережной в конце девятнадцатого века строится железная дорога и первый железнодорожный вокзал. Самое удобное место пересаживаться с основного речного транспорта на развивающийся железнодорожный. Продолжение следует...